Воспоминания о Шиле Праупаде, часть 33. Я впервые увидел Шиле Праупаду, когда он приехал в Детройт. В 1971 году он посещал наш храм. И мы устроили огромный пышный прием в аэропорту. Много преданных там было. Они приехали со всех мест. Из Чикаго, из Нью-Йорка, из Сент-Луиса. Некоторые преданы приехали даже из Калифорнии. Праупад долгое время не приезжал. И многие из нас никогда не видели Праупаду. И когда он приехал в аэропорт, там был глушительный Киртенс из групп Махарадж. Очень ярко и красочно рассказывают об этом Праупаду Лиламлети. Я помню, что Праупада спустился с самолета, и он шел через аэропорт вдалеке. И мы проводили глушительный Киртен, как только Праупад зашел за угол. Я смотрел через свой фотоаппарат. В то время у нас было мало очень фотографий Праупады. Фактически было несколько черно-белых снимков. В те дни фотографии Шилы Праупады было чем-то очень редким, очень особенным. Если у предного была такая фотография, он держал ее, доржал ее, как зеницы ока. Иногда во время джапы предные, если у кого-то предного была эта фотография, предные садились в кружок вокруг нее. И я очень хотел сфотографировать Праупаду, чтобы иметь личную фотографию Праупада. Ушел за угол, и я смотрел фотоаппарат. Я увидел Праупаду и подумал, Праупада выглядит точно так же, как на фотографии. Но тем временем вокруг меня был такой шумный Киртан, и предные, особенно предные, которые получали общение с Праупадой до этого. Все просто плакали. Они упали на землю, на пол, и очень сильно плакали. Я оглянулся, и я помню моего брата духовного, по Кулашу, он рядом со мной стоял. Когда я присоединился, он был для меня героем, потому что он был лидером Сан-Киртана, и он был в Киртане очень хорошим. Он был проповедником, замечательным лидером настоящим. Я считал его таким очень мощным, преданным. Но он лежал на полу и кричал, Праупада, Праупада. И я подумал, почему же я не плачу? У меня, наверное, столько материальных желаний в сердце, что я не плачу, когда вижу своего духовного учителя. В первый раз я положил свой фотоаппарат и тоже склонился на полу. Я помню, Праупада вошел туда, где находились преданные, и он обнял Киртанананду, Махараджа. Он погладил Багавандаса по голове. Это была очень теплая встреча. Он сел. Я не помню точно, мы отвели его недалеко. Мы садили в кресло. Сели вокруг него, начал давать лекцию. Я был просто потрясен, увидев его. Я медитировал на него много месяцев. Я был несколько месяцев уже преданным. Я видел его перед собой. Это было потрясающе. Но я помню одно из его лекций. За многие годы я встречался с духовными братьями, Горида Махараджи, Прагоши, Прагу. Я тогда их не знал еще. И мы вспоминали об этом первом приезде Прагхупады, когда мы увидели его. И мы все помним одно и то же предложение, которое Прагхупада сказал в лекции. Он сказал, пожалуйста, поверьте мне, когда я говорю вам, что вы не тело. И это врезалось у меня в голове, в сердце, и убедило меня, что я не тело. Я душа. Я читал это часто в книгах Прагхупады. Слышал это в лекциях. Но когда Прагхупада посмотрел на нас, он нагнулся к нам и сказал, пожалуйста, поверьте мне, когда я говорю вам, что вы не тело. Это было могущественное воздействие. Как Прагхупада сказал, повторение Харьи Кришны всегда идет нам на благо, но оно особенно могущественно, когда мы слышим его с уст чистого предного. Прагхупада приехал в храм. Я помню первое утро, когда Прагхупада спустился, чтобы давать лекцию. И жена, Багавана Кришна Бамани, только что родила своего первого ребенка, Вашна Авдаса. Она стояла рядом с Висасаной Прагхупады. Прагхупада спустился по лестнице в храме Детройта. Мы проводили Киртан Прагхупада. Вошел. Я стоял рядом с Кришна Бамани. И у ее сына, Вашнава, у него были маленькие караталы. Наверное, ему было где-то меньше, меньше чем два года, полтора года, возможно. Или даже год. У него были такие маленькие караталы, но он так играл на них, виртуозно. Я не преувеличиваю, он играл прекрасно на этих караталах и в ритм Киртану. Прагхупада прошел мимо и увидел это. Он остановился. Он сел на Висасану. И вместо того, чтобы взять караталы и начать петь Джайрадмадова, он начал говорить об этом мальчике. Вот смотрите, этот мальчик, он играет на караталах замечательно. И это означает, что он был преданным в прошлой жизни. Я помню, Кришна Бамани улыбнулась во все уши. Матерям нравится слушать такие вещи о своих детях. Она была счастлива. И Прагхупада прочитал лекцию о том, как он цитирует Бхагавадгиту, как неудачливый йог. Он рождается снова либо на райских планетах, либо рождается в семье богатых людей. Он сказал, что лучше родиться в семье Бхагавана преданного. Эти дети — особые души. Нужно о них хорошо заботиться. Это как-то запечатлелось у меня в уме. Это воспоминание. Позднее, в тот же день, я в то время был грехастхой, у меня был сын. Моему сыну было один год, полтора года. Он только-только начал говорить. И он у меня сидел на шее. Я повторял джапу вокруг замка. Его апартаменты находились наверху. Прабхупада вышел, посмотрел в окно. Я гулял, читал джапу с сыном на шее Гавр-шакти. Гавр-шакти увидел Прабхупаду в окне. «Правхупад! Правхупад! Правхупад!» Я подумал, что он сейчас валится с шеи у меня. «Правхупад! Правхупад! 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 Правхупад!» «Держись!» — кричал я ему. И Прабхупада помахал ему рукой. И в тот вечер, когда Прабхупад давал даршин в своей квартире, он рассказал об этом случае. Там был маленький мальчик. Он гулял со своим отцом вокруг замка. И он увидел меня и начал кричать «Правхупад! Правхупад!». Он сказал, «Это сознание Кришны». Он сказал, «Эти дети? Знаете, кто эти дети? Может быть, есть какая-то связь у них с прошлой жизнью?» Я подумал, «О, мой сын». Он сказал, «Эти дети, они такие радостные, когда видят меня». Значит, что-то должно у них быть, какая-то связь из прошлой жизни. Я не помню, сколько дней Прабхупада находился там, но я хотел получить посвящение. Я уже восемь месяцев был преданным. У Бхагавана было строгое правило. Никакой из преданных, которым он рекомендовал на посвящение, никто не ушел из них. Он был очень строг. Нужно было ждать целый год. Это было необычно в то время, потому что преданные получали посвящение уже через 6, через 4, через 1 месяц. Иногда преданные просто заходили в храм, и преданные сразу говорили ему, «Ты должен получить посвящение у чистого преданного». Он садился на ягию. И затем он уходил. Я хотел получить посвящение, но мне не давали рекомендации. Я подумал, я хочу, чтобы Прабхупада знал, что я его ученик. Я хочу стать его посвященным учеником. И когда Прабхупада уезжал из храма Дитроита, он подходил к машине. Я подумал, мне нужно пожертвовать что-то Прабхупаде. Я слышал кое-что о фонде Бактиведанте 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 Бактиведанте. В то время это называлось фонд, книжный фонд. Его только-только основали. Я побежал наверх. Когда я присоединился к храму, я все свои деньги пожертвовал. Это около 3 тысяч долларов я дал храму. И президент храма позволил мне 10 долларов оставить себе. Я побежал, достал конверт, достал 10 долларов, которые я держал на всякий случай, на черный день. Для меня это было много, как какая-то сумма для того, чтобы купить что-то, что я не мог получить в храме. Я положил это в конверт, написал небольшое письмо. Шилпурпада, пожалуйста, примите мои поклоны. Слава вам. Спасибо вам большое за то, что вы приехали в Детройт. Вы очень ненадолго приехали, но я очень многому научился во время вашего визита. Я очень привязался к вам, и я очень сожалею, что вы уезжаете, и я буду очень скучать по вам. Я поместил это в конверт, запечатывал его и побежал вниз. Прурпурпада только-только собирался садиться в машину, и я закричал, шило Прурпурпада. Я очень громко закричал. Я был у двери, а он в 10-15 метрах от меня, и приводили все остановить. И Прурпурпада посмотрел. Я сказал, у меня письмо для вас. Я поклонился. Дал ему письмо Прурпурпада, взял. И вот эта короткая встреча с Шилпурпадой на меня произвела очень большое впечатление. Лава Матраса Тусанга, Сароси Тхихой. Я увидел, как он в курту его запихнул. Я подумал, боже мой, Джоу выпадет у него? Прочитает ли он мое письмо? И затем машина поехала. И я, в общем-то, забыл об этом случае. Я думал, Прурпурпада очень занят, он не ответит на это письмо. А через две недели приходит письмо по почте. В те дни, когда письмо приходило от Шилпурпада, это было особое событие. Президент храм получал письмо, но он не говорил, кому оно обращено. И мы все собирались. Там была гостиная такая в этом храме, приемная. И раковину, кто-то втул в раковину и кричал, письмо от Шилпурпады, письмо от Шилпурпады. Мы бросали все, что мы делали. Кто в кухне работал, кто храм убирал, кто книги готовил на Санкиртуну. Мы все бросали просто и бежали в приемную. Мы все садились там в предвкушении послушать несколько капель нектара от Шилпурпады. Мы не думали, что «О, это письмо для какого-то Прабу». Мы думали, что все, что Прабхупада говорил, это для всех нас. Ко всем нам относятся. И преданные просто ловили каждое слово из этого письма. И Бхагаван сказал «Мы получили сегодня письмо от Шилпурпады». «Это письмо обращено?» И мы думали, и он сказал «Бхакта Брайну, мне Прабхупада ответил на мое письмо». И он сказал «Бхакта Брайан, можешь выйти и прочитать письмо». Я встал. Мои руки дрожали. Я не помню точно, потому что я потерял это письмо. Но там было написано примерно так. «Мой дорогой Бхакта Брайан, прими мои благословения. Я очень благодарю тебя за твое пожертвование на сумму 10 долларов, мой книжный фонд. Я услышал от лидеров твоего храма, что ты очень хорошо преуспеваешь в сознании Кришны. Я очень прошу тебя, всегда следуй стопам продвинутых преданных. И со временем я с большой радостью приму тебя, ученики. Я очень рад был, был просто счастлив, что Прабхупада согласился дать мне посвящение. И со временем это дало мне очень много сил и духовной силы. Через несколько месяцев, я не помню точно, но через несколько месяцев, Шрила Прабхупада написал письмо Бхагавану, желая, чтобы тот отправился в Европу и помог в управлении центром в Париже. Там появился новый храм в Париже. Там был Хари Вилас, Лочин Ананда, Хумапати, Свами. Там было несколько преданных, и Прабхупада чувствовал, что там должен быть какой-то GBC, который бы организовал проповедь. И однажды Бхагаван сказал, что вскоре он поедет во Францию. И он думал, кто же с ним поедет и будет помогать ему. Я услышал это и поднял руку. Я ездил уже в Европу однажды, я путешествовал. Он сказал, ты знаешь, как путешествовать? Я сказал, конечно, я был во Франции, в Германии, в Испании. Просто возьмите меня, и я все организую. Он сказал, хорошо, можешь ехать. Мы уже были довольно близкими людьми. Но он сказал, одно условие у меня. Если ты достанешь билеты на тот же самолет, в котором летит Прабхупада, потому что как раз в то время, через несколько недель, Прабхупада летел в Лондон, и мы хотели на тот же самолет. Он сказал, вот если ты на тот самолет возьмешь билеты, можешь поехать со мной. Я сказал, хорошо. И я сел на телефон, начал звонить, и я узнал у преданных, каким рейсом летит Прабхупада. Я позвонил в службу и поговорил с агентом по путешествиям. Я спросил, у вас есть в списке Ачеба-Ктюданта Свами? Мистер Свами. Да, да, есть. Имя его сопровождающего тоже там было. Я сказал, я хотел бы два места в этот самолет. Мне сказали, извините, все места проданы. Я просто был в ударе. Неужели ничего нельзя сделать? Это мой духовный учитель. Кто-кто? Это мой духовный учитель. Что значит духовный учитель? Я сказал, это мой гуру. Она ничего не знала. Это мой учитель. Это как мой духовный учитель. Как в христианстве, например, у вас Иисус Христос, и Он для вас самое дорогое. И вот женщина сказала, о, секундочку, я поговорю со своим начальником. Через две минуты она вернулась и сказала, сэр, мы все организовали, вы можете полететь со своим гуру на одном самолете. У нас при вас два места есть. Я дал свое имя и имя Багавана. Через неделю, через несколько дней, мы отправились в Нью-Йорк. В то время храм находился на Генри-стрит. Все, что я помню об этой улице, это то, что Павпада давал там. Посвящение там были, все эти великие предные, о которых я слышал, Барадвадж и так далее. Вишнджан Махараш там был, проводил харинамы на улице каждый день в Нью-Йорке, и Павпада давал лекции. Я помню лекции Павпады, и Бавананда сделал там висасану для Павпады, такая очень разноцветная. Я помню, я был впечатлен вот это, да, потрясающей висасаной. Но когда Павпада стал на нее садиться, он начал соскальзывать с нее. Я хотел подбежать, подбежать подушку Павпада, ему трудно было сидеть на ней. И затем пришло время отправиться в аэропорт на самолет. Это был я, Багаван, Шила Павпада и Продюмна. Мы сели в машину и поехали немного раньше. И большинство преданных, они застряли в пробке, потому что в те дни весь храм ехал в аэропорт провожать Павпаду. Я первым туда приехал, как-то не удалось избежать пробки. Сразу же за Павпадой я приехал, там был Павпада, Продюмна, водитель я был, и Багаван, и наш водитель. Мы вышли, они стали проверять наши сумки, мы проходили паспортный контроль, и к тому времени как раз приехали все преданные, и там была огромная толпа предных, сотни-сотни человек, и они хотели повидать Шила Павпада последний раз, хотели поклониться, ему, может быть, задать несколько вопросов. И к тому, то есть до этого они приехали, и мы запаздывали на контроль, и человек, который проверял паспорт, затем они проверяли также наш багаж, я стоял рядом с Павпадой, и этот офицер сказал, я хочу посмотреть, что там внутри этой белой сумки, Павпад наносил все время с собой белую сумку, там он держал какие-то свои ценные вещи, очки, караталы, какие-то документы, лекарства, я всегда хотел заглянуть, что там он носит в этой сумочке, он всегда носил эту известную сумочку с собой, он сказал Павпаде, откройте эту сумку, и Павпаде, ему трудно было справиться с замками, это была старая индийская сумка, ему было трудно открыть, и этот человек стал грубить Павпаде, откройте сумку, я сказал, я догнулся к нему, и сказал, если вы еще раз так скажете моему духовному учителю, я вам лицо разобью, этот человек отпрянул и сказал, а я думал, вы следуете принципу ненасилия, я сказал, но в таких случаях вы разговариваете с чистым предным, вы должны соблюдать должный этикет, он сказал, хорошо, парень, открой ты сумку тогда, я сказал, хорошо, я всегда хотел посмотреть, что там в этой сумке, я повернулся, и с легкостью открыл ее, и я был потрясен, когда я смотрел в эту сумку на эти сокровенные вещи, Прабхупады, очки и так далее, там ручка лежала, и этот мужчина сказал, простите, я хочу посмотреть, я повернул ему, он сказал, хорошо, спасибо, и мы продолжали свой путь, и Продиумна, Бхагаван, и им пришлось пройти через те же формальности, и мужчина сказал, идите быстро, я позабочусь от других, мы были первыми двумя пассажирами, которые поднялись на самолет, там не было больше пассажиров, никого, мы были только вдвоем, я первый раз оказался вместе с Прабхупадой, один, Прабхупада повернулся и сказал, в этом мире материальном, у людей нет никаких хороших качеств, потому что, потому что они общаются с гонами природы, у них нет хороших качеств, понимаешь, Индрадюмна? Я подумал, Прабхупада со мной говорит, да, я на самом деле не понял, но я сказал, да, а затем мы прошли немножко дальше, и он снова остановился и сказал, вот видишь, они парят на уровне ума, у них нет сознания Кришны, сплошные плохие качества, понимаешь, Индрадюмна? Да. И затем, перед тем, как мы подошли к самолету, Прабхупада остановился и сказал, вот посмотри, поскольку они общаются с гонами природы, они опускаются вниз, вниз, но если мы сможем восстановить их сознание Кришны, они обретут всех хорошие качества, понимаешь? Я сказал, да, теперь я понимаю. То есть, какая-то особая энергия была в том, что я слушал эти наставления три раза, они вошли у меня в сердце, я понимаю, что они имеют плохие качества, потому что общаются с материальным миром, но если мы восстановим их сознание Кришны, все их хорошие качества вернутся к ним, я понял. Это был такой мистический опыт. И мы вошли в самолет, мы сели, там не было других пассажиров, я просто сидел рядом с Прабхупадой, и я не знал, что делать, я просто повторял Харе Кришну, чтобы Прабхупада подумал, что я хорошо повторяю. Прабхупада смотрел в окно, и начали подходить пассажиры, и Прабхупада сказал, «Итак, Прасад?» Я подумал, что? Прасад? Это должна быть обязанностью продюмной, он действовал как слуга. Но кто-то мне передал апельсины для Прабхупада в толпе, он сказал, «Это апельсины для Прабхупада, скажи, что это от такого-то, от такого-то». И там был какой-то пластмассовый нож небольшой, и картонной тарелочкой, и у меня вот этот пакет был в руках. Я сказал, «Да, да, конечно, Прабхупада, Прасад». Я расположил столик, разрезал ножиком апельсины, предложил Прабхупаде, и он стал высасывать сок. У него челюсти так шумели. Затем он закончил, там было три апельсина, он закончил все, высосал сок, поставил обратно. Начал повторить, говорит Кришна. И затем он сказал мне, «Итак, Андрадюмля, ты будешь принимать Прасад?» И я был неофитом. Я сказал Прабхупаде, «Чего Прабхупада? Больше Прасада нет?» Прабхупада посмотрел на меня, «Есть Маха-Маха Прасад». Я подумал, я взял тарелку, я был просто на вершине счастья, что мой Духовный Учитель приказал мне принять остатки его пищи. Я был в блаженстве, я взял эти апельсиновые корки, засунул себе их в рот и начал жевать эти корки. И естественно, когда ешь эти корки, они очень такие кислые, мои губы стали гореть. Но я подумал, «Это Маха!» Я вторую, третью закинул. Слезы уже текли у меня из глаз. Маха Прасад. Я посмотрел на Прабхупада, и он... Поэтому из остальных корочек я просто высосал сок. Затем самолет взлетел. Прошло какое-то время, и они попросили закрыть окна и собирались показывать фильм. Я подумал, «О, это же Майя!» «Боже мой!» Шил Парупада вынужден будет смотреть это кино. Там было темно, и начали показывать фильм. У меня была Бхагавадгита, я открыл Бхагавадгиту, и я начал осмотрел на Прабхупаду. Я не смотрю этот фильм. И затем я услышал, как Прабхупада начал хихикать. А затем он перешел в смех. Он начал по-настоящему смеяться. Я ее так посмотрел. Прабхупада смотрит фильм. Прабхупада смотрит фильм. Я закрыл книгу. Ну, хорошо. Положил книгу и начал смотреть Чарли Чаплина. Кино было Чарли Чаплине. Его эти комедийные серии. Прабхупаде очень это понравилось. Он смеялся. Я тоже смеялся. Продиумно тоже смеялся. Мы все сидели, смотрели это кино, потом оно закончилось, потом включили свет. Я стал думать, но мы же по идее не должны смотреть кино. Что такое происходит? Прабхупад должен был иметь какое-то объяснение, почему мы смотрим это кино. Я так нагнулся. Продиумно был на другой стороне от Прабхупада, и я сказал, Продиумно, можно с тобой поговорить? Он сказал, «Ну, я сейчас занят, мне нужно с тобой поговорить, очень важный вопрос. Встретимся у туалета». Я встал, пошел, он прошел тоже мимо Прабхупады. Мы подошли к туалету, я сказал, я сказал в коридоре, в проходе, Продиумно, мы не должны смотреть кино, о чем мне думать вообще? Он сказал, «Я не знаю». Я сказал, «Может быть, мы должны спросить у Прабхупады?» Он сказал, «Хорошо». Я сказал, «Иди спроси у Прабхупады». Я сказал, «Ты спроси Прабхупаду». «Нет, ты спроси Прабхупаду». И мы так вот переводили стрелки друг на друга, кто спросит Прабхупаду, и в конце концов он согласился спросить у Прабхупады. Он пошел по проходу, сел с Прабхупады, они говорили о чем-то, я видел его, в конце концов, Прадюма с большой такой улыбкой сидел, я ждал ответа, затем он подошел ко мне, он снова прошел через проход, и я спросил, что же он сказал? Он сказал, «Да, как правило, он сказал, мы не смотрим фильмы, но Чарли Чаплин, его юмор очень оригинален, и Кришна является источником всех оригинальных вещей». Такой был ответ Прабхупады, конечно же, мы знаем, когда Прабхупад был мальчиком, ему нравились эти смешные фильмы, этот невинный юмор, Чарли Чаплина. Мы прилетели в Лондон, приземляясь в Лондоне, я очень волновался, потому что я слышал о Малате, о Шамасундаре, о Макунде, о Джанаке, о Гурдасе. Предные жили там, они много служения делали, они строили новый центр, мы слышали о Битлз, о том, что Битлз заинтересовались сознанием Кришны, я ожидал, что Прабхупаде устроит огромный пышный прием, особый прием, как всегда это было, но это будет особый прием. И мы приземлились, и затем мы собирали свои сумки, Прабхупаде повторял Джапу, но одна из сумок, очень важная сумка со всеми его книгами, комментариями, очариев, которые он использовал для переводов, она не приехала, и мы ждали, ждали, все уже ушли. Мы слышали Киртон там на улице, в зале ожиданий, там был большой Киртон, и не было этой сумки, Шяма Сундара, он приехал в аэропорт, чтобы встретить нас, он был очень расстроен, он сказал, кто-то должен остаться здесь и подождать эту сумку, я пытался спрятаться, чтобы меня не попросили, и он сказал, Прабхупада, Индрадюмна может остаться, и он привезет эту сумку в храм. Да. Сказал Прабхупада, я подумал, я же сейчас пропущу этот прием, все ушли, я увидел, как Прабхупада уходит в ворота, и я слышал Киртон, я подумал, ну вот, как мне повезло, я должен ждать эту сумку. Я подождал, я ждал где-то час или полтора часа, и в конце концов, они нашли эту сумку, они принесли ее мне, я стоял у офиса, и они принесли ее мне. Это был большой, огромный большой чемодан, набитый книгами, он был очень тяжелым, я еле мог поднять его, я поместил его на тележку, вышел на улицу, я был уже раньше в Лондоне, это было несколько лет назад, но я толком не знал, куда ехать, и я подумал, ну, надо взять такси. дождь шел, было очень холодно, я был очень измученный уже весь, я пропустил прием, предные уехали все, я в такси подъехал, а я засунул чемодан в багажник, и меня спросили, куда ехать, я сказал, на Берри Плейс 7, и водитель обернулся ко мне и сказал, с тобой все в порядке, парень, все нормально, я сказал, нет, как я тебе могу помочь? и я пропустил прием своего духовного учителя. Что? Кого? Моего духовного учителя. Я сказал, я преданный Харе Кришна. А, это те, кто поют по Оксфорд-стрит. Ну, прими мои соболезнования. Так или иначе, будет и на твоей улице праздник. И мы приехали в храм, дождь усилился, я вышел, заплатил ему, достал этот огромный чемодан, поволок его по лесенке, постучал в дверь какой-то преданный, улыбка огромная открыла, Харе Кришна, кто ты? Я, Индрадюмна Даса. Я приехал с Шилапарпады, прилетел на самолете, я должен был ждать его сумку. Ну, заходи. Я зашел. Я думал, ну, наконец-то, может быть, Прасад хоть достанется, хороший пир. И затем преданные все сидели с этими картонными подносиками, я видел, что все они уже пустые, там, знаете, пятна от куркумы, следы от пальцев гии на этих тарелочках. Я спросил Прабу, а Прасад остался? О, Прабу, пропустил ты Прасад, нужно было раньше на пару часов приехать. Ты пропустил прием, это был такой замечательный, экстатичный прием, Прабу Падо прочитал замечательную лекцию, Киртан был замечательный. И что, нет Прасада вообще? Даже покоры? Нет. Ну, ладно. Можете помочь мне затащить чемодан наверх? Пропад наверху? Да, да, он наверху. Помогите, пожалуйста. О, мы так наелись. О, как мы тебе сможем помочь? У нас набит живот. Ну, хорошо, я тогда сам затащу. Я начал уже просто злиться на эту сумку, на этот чемодан. Этот чемодан был просто источником всевозможных страданий для меня. И этот храм на Берри Плейс, там лестница была такая очень крутой. Несколько уровней было такой. Я тащил, грохал этой чемоданом. Я не помню, на каком этаже находилась комната пропада на третьем, и, возможно, я очень устал к тому времени. Я был уставший, голодный, душа не принявший. Я увидел на двери табличку Его Божественного Милостя Чаба Китонта Свами Пропада. Я даже не постучал. Я просто зашел в эту дверь. Я уже не думал ни о каком этикете. Я уставший был очень. Я открыл дверь, повернулся и стал волочить этот чемодан задом. Я волочил его, и вдруг Нанда Кумар, который служил в Шри Пропаде в Лондоне, он закричал, «Эй, осторожнее, ты сейчас столкнешься с Пропадой!» Я остановился, повернулся, и я вот на таком расстоянии был от Пропады, и он стоял и повторял, «Харе Кришна, я сказал, «О, Шри Пропада!» и я упал на пол и стал кланяться. И вдруг я почувствовал шлепок по спине. Я подумал, Пропада ударил меня по спине? Я не мог понять, что это он из любви или из гнева. Пропада, может быть, это благословение, и я до сих пор чувствую вот этот шлепок здесь, благословение Пропады. Я продолжал кланяться, и Пропада сказал что-то, но я не расслышал. Он сказал так тихо, и через несколько секунд я прямо у стопа Пропада лежал. Я подождал, потом встал. И Нанды Кумар был там, и он стоял с закрытым ртом. Я сказал, «Что, Пропада, случилось?» Он сказал, «Пропада, шлепнул тебя по спине». «Я знаю». Он так крепко меня припечатал. «Да, я знаю». Я сказал, «А что же он сказал?» Он улыбнулся и сказал, «О, он замечательные вещи сказал. Он сказал тебе, что столько усилий в этом материальном мире приходится прилагать, но когда я заберу тебя назад, домой, к Богу, все будет легко и замечательно и возвышенно». Все мы получаем от Шрилы Пропада столько наставлений из книг. Но если ученик, ученику повезло, он получил личное наставление, благословение, а Духовный Учитель, он должен хранить это в сердце, дорожить этим, и часто, по мере течения времени, иногда трудности какие-то приходят к нам в сознание Кришны. Движение распространяется, мы сталкиваемся с каким-то противостоянием, и просто даже каждый день мы служим, что-то делаем, на Санкт-Киртон выходим, иногда холодно, трудно, мы устаем. Бывают такие дни тяжелые. Я помню в такие трудные дни эти слова. Мы прилагаем столько усилий в этом мире, но когда я заберу тебя к Богу, все будет легко и возвышенно. И когда приходят эти трудные времена, я вспоминаю эти слова. Давайте бороться в этом мире, чтобы служить правопаде, продвигать движение Санкт-Киртона в этом мире, потому что в конце правопада всех нас заберет назад к Богу. Мы вернемся в духовный мир, и все будет легко и возвышенно. После того, как мы прибыли в Лондон, мы провели пару дней там. Мы отправились в комнату к правопаде, я и Бога. И правопад на самом деле позвал нас. Он позвал нас, потому что он хотел нас вдохновить, потому что мы оттуда ехали в Париж. Кто-то сказал, «Правопада хочет вас увидеть». Мы пришли, постучали в дверь, Нада Кумар открыл, пригласил нас. правопада сидел, за низким столиком мы поклонились, и правопада начал проповедовать о важности движения Санкертаны, что он очень был благодарен за то, что мы едем туда, что мы помогаем в движении Санкертаны, что Кришна даст нам все возможности. И затем он посмотрел, посмотрел на меня и сказал, «Мое тебе наставление, проповедуй смело и верь в Святое Имя». И опять это произвело такое очень сильное воздействие на мое сердце. Это еще одно наставление, которое я постоянно храню и медитирую на него. Пожалуйста, проповедуй смело и верь, имей веру в Святое Имя. И затем правопада сказал, «Я дам вам кое-что, подарю вам кое-что, чтобы вдохновить вас». И он открыл ящик и достал одежду свою. Он что-то передал Бога Ван Дасу, я не помню, что. И он протянул мне свое одно из своих тхоти. Я взял этот тхоти, и я прижал его к сердцу, и подумал, «Вот теперь я...» «У меня есть сокровище, у меня есть наставление, правопада им смело проповедовать, иметь веру в Святое Имя». И у меня его тхоти, его собственное тхоти. И хотя я был грехастхой, я всегда носил его как чадр. И иногда саньяси приезжали в Европу. Я не буду упоминать их имя, но один из саньяси сказал, «Ты же домохозяин, ты не можешь носить шафран». Я сказал, «Махарадж, я могу, это тхоти правопхупады, никто не снимет с меня этот тхоти, это правопхупады». Он сказал, «О, это правопхупады?» «Это правопхупады». С благословения правопхупада мы отправились в Париж. Я помню, когда мы зашли в храм во Франции, потому что в Америке у нас были большие храмы, у нас все там развивалось, божество, все было организовано. В Париже это был небольшой домик, а за городом мы зашли в эту храмовую комнату, когда мы вошли туда, то алтарь просто упал, там были какие-то картонные коробки, были поставлены какие-то палочки и изображения панчататвы, и предные проводили большой киртан, и мы зашли туда, и все повалилось. Я подумал, «Боже мой, куда правопхупада послал нас? Старое здание, какое-то холодно, тут отопления нет, алтарь упал, но киртан был очень экстатичный, Молоча Анананда проводил киртану, очень хороший киртан, и через две недели правопхупада приехал в Париж, мы приняли его там, был маленький храм, все, что я помню об этом визите, это то, что у нас была программа в американском центре, там немецкие предные приехали во главе с Хамсадутой, мы столкнулись с какими-то проблемами, мы не хотели о них говорить, про упаде, какие-то грубьяны приходили. я помню, мы шли на утренние прогулки с Шелой правопадой, у французов у них такие замечательные домики с садиками, я был впечатлен этими садиками, Хамсадута тоже, но правопада не было под впечатлением, он сказал, эти французы большие специалисты в чувственном наслаждении. Субтитры сделал DimaTorzok